Толкин В 1908 году Толкин встречает Эдит Мэри Бретт, оказавшую большое влияние на его творчество. В декабре 1910 года Толкина приняли в Оксфорд. Город пришелся к Рональду по вкусу, и он с головой окунулся в университетскую жизнь. Играл в регби, вступил в несколько дискуссионных клубов. Уже тогда он четко представлял себе будущее. 22 марта 1916 года Джон Толкин и Эдит Бретт обвенчались в католическом соборе в Орике. После войны Толкины поселились в Оксфорде. Рональд вошел в состав группы, работающей над составлением нового словаря английского языка, и постепенно начал преподавать. Летом 1920 года Толкин подал заявку на должность преподавателя английского языка в университете Литца. Студенты полюбили нового профессора. В 1925 году в Оксфорде освободилась должность профессора англосаксонского языка, и Толкин вернулся туда. Преподавал, готовился к урокам и лекциям, и на досуге написал две книги, ставшие мировыми бестселлерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В следующем году «Хоббит» вышел в Америке и получил премию «Нью-Йорк Гарольд Трибюн» как лучшая книга для детей. Через некоторое время Джон Толкин написал первую главу продолжения книги «Хоббит». Идеи хлынули сплошным потоком, и Толкин придумал название. Издатель уговорил писателя разбить роман на три тома. «Властелина колец» стали издавать за рубежом, а Толкин стал получать первые письма от поклонников. Для создания книги он придумал более 15 эльфийских языков. Трилогия «Кольца» была экранизирована режиссером Питером Джексон и стала невероятно популярной. КОНЕЦ Поздно. Мак не приходит поздно, Фродо Беггинс. Ирана тоже не приходит. Он появляется в то время, когда положено. Я по тебе скучал, Гэндаль. Я не пропущу день рождения, дядя Бильбо. Какие новости в большом мире? Расскажи мне все. Прямо все? Ты слишком горячий и любопытен для хоббита. Это необычно. Что я могу рассказать? Жизнь в большом мире идет своим чередом, как и всю эпоху. Что-то приходит, что-то уходит. 2003 года, 25 марта, празднуется Международный день чтения Толкина. Основано на биографии Джона Толкина. Толкин! Они о путешествиях, в которые мы отправляемся, чтобы познать себя. Они о приключениях. Нужно организовать клуб. Братство. Изменить мир, используя силу искусства. Музыки. Поэзии. А что насчет Толкина? Я хочу что-нибудь написать. Это о магии, которую еще никто не видывал. Написав Хоббита и Властелина колец, Джон Толкин создал больше, чем просто увлекательные книги. Он подарил человечеству целый мир. «Хоббиты – это те, кем я хотел бы быть, но никогда не был. Они не умеют воевать и всегда собираются вместе, чтобы прийти к договоренности», – говорил Джон Рональд Руэл Толкин. Субтитры создавал DimaTorzok